Роман, насколько я знаю, вообще Российский Народный Фронт очень активно поддерживает этот проект. Вот в регионе к вам часто обращаются по вопросам кэшбэка? И как сами встретили? Вообще, спасибо, здравствуйте. Есть федеральная горячая линия, и она снимает практически все вопросы. То есть она единая, и там любому гражданину могут разъяснить, это большой колл-центр, напрямую, чтобы там кому-то было непонятно, прям пришли к нам, такого даже ни разу не было. Много звонят, обращаются. Ажиотаж сейчас, насколько я знаю, в связи с Турцией, или нет? Слушайте, ну... Все переживали, что деньги кончатся. Да, это действительно так, но в данном случае у нас вот такой информации, что там есть какие-то там обращения массовые, скорее всего они идут только в туроператорам по возврату путевок. А все остальные инструкции, которые были с кэшбэком, они же давно до этого были уже выложены на сайтах, и на ГУС-услугах они есть. То есть эта вся информация достаточно простая и доступная. То есть вы там загружаете стоимость, и вам там возвращают эти деньги. То есть, ну, кто пользовался, мне кажется, он уже как бы в курсе, а кто нет, горячая линия в помощь. Сейчас будут, наверное, спокойнее, все-таки продлили, можно не торопиться. Лариса, вот есть такое утверждение, что детям лучше отдыхать в том регионе, ну, в котором они и живут, чтобы не было акклиматизации, перелетов, ну и так далее. Вот эта история с тем, что сейчас родителям помогут скомпенсировать отдых в детских лагерях, поможет нам, ну, более здоровых первоклассников, вообще школьников к первому сентябрю получить. Как вы считаете? Вы знаете, отдых для ребенка еще и совместно с родителями в любом случае хорош, независимо от того, проходит он на территории региона, где ребенок подрос, вырос, либо куда-то выезжают. Конечно, некоторым детям по каким-то особенностям здоровья рекомендована там периодически смена климата. Это не обязательно море, это может быть сосновый бор, это могут быть абсолютно разные другие места, но, как бы, в любом случае отдохнуть можно сегодня везде. И, наверное, Турция в этом плане не самый лучший вариант, да, с учетом тех ограничений, которые сегодня антиковидные, и с учетом эпидемиологической обстановки в Турции, наверное, все-таки отдыхать надо дома, тем более с детьми. Еще одно громкое заявление Путина по поводу скоростной автострады из Москвы до Казани. Он обещает ее достроить за три года и, более того, продлить до Екатеринбурга. Лариса Крировна, вот с вашей точки зрения, как это отразится на нашем бизнесе и на туристическом потенциале? Вы знаете, вокруг любого объекта, будь то завод, большой какой-то завод или там дорога, магистраль, всегда есть бизнес-спутники, то есть всегда создается инфраструктура. То есть это и, во-первых, туризм притянет к нам, а за этим следует, конечно, опять же, много услуг у бизнеса появится, да, очень многие будут пользоваться, ну, теми предприятиями, там, музеями, там, и так далее. То есть для бизнеса это, конечно, благо, да, и, ну, и, соответственно, по дороге как раз будут создаваться кафе, там, автозаправки и так далее, и так далее. То, чего сейчас, в принципе, не хватает не только в регионе, но и вообще во всей стране. Поэтому, конечно, это замечательно, это хорошо, это будет, как раз, способствовать развитию бизнеса. И самое главное сегодня, Владимир Владимирович много об этом говорил, о создании, о сохранении, о восстановлении рабочих мест. То есть это, конечно, повлечет за собой новые рабочие места. И как вовремя мы начали с вами строить дорогу до Екатеринбурга, то, о чем говорил Александр Мур. Здесь, что еще важно, президент ведь включил в эту программу и участие субъект в федерации, то есть это будет совокупность федеральной дороги и региональной дороги. То есть, если положим, у нас Тюмень-Тобольск и далее на Ханты-Мансийск и на Ямал, то эту дорогу будем строить мы, субъект федерации, естественно, с привлечениями федеральных средств. А вот эта трасса, конечно, она будет как локомотив уже, поскольку мы сами видим, какой поток автомобилей идет вообще с востока на запад и с запада на восток.